Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня про рассаду томата. Чем подкормить, когда пикировать и что? В основном этот ролик нацелен для новичков, кто впервые или еще не сталкивался с некоторыми проблемами, которые возможны при выращивании рассады томатов. Сегодня от одного из подписчиков я получил вопрос. Моя рассада остановилась и не растет. Что делать? Чем подкормить? Это первый вопрос, который возникает в голове у нормального человека, который смотрит на них каждый день, через 2 часа ровно смотрит, ничего не меняется. Первый совет. Сфотографируйте и 3 дня к ней не подходите, если у вас грунт за 3 дня не пересыхает. Потому что пересыхать к рассаде нельзя. И первый совет для новичков. Это взять и сфотографировать свою рассаду и посмотреть эту фотографию, сравнить с фотографией через 3-4 дня, хотя бы через неделю. Растет она или не растет. Вот в такой стадии рассаду можно уже пикировать. Для эндодерминатных сортов такое вытягивание – это абсолютно норма. То есть ничего страшного в этом нет. Потому что при пикировке сажаем их с заглублением. Если вы считаете, что в середине апреля вот такая рассада – это для нашего московского региона маленькая, то посмотрите вот на монгольского карлика, который у меня 2 месяца от роду от сухих семян, а этим 10 дней от сухих семян. То есть через месяц, когда настанет время высадки, они будут в половину меньше, чем вот этот монгольский карлик. И, соответственно, прибавим еще месяц, и, соответственно, где-то в конце июня будет урожай. Но стадии рассады мы ее стараемся не кормить. Можно сажать просто в пустой торф. Именно пустой. Не надо жирную землю покупать, потому что это будет тема отдельного ролика, как проверить землю. Я пока готовлю материал, сам разбираюсь, а сегодня именно конкретно про такие томатики. Вот на стадии прорастания семенам достаточно энергии, которая у них заложена, и питание. Кормить их категорически просто нельзя, ничем нельзя. Не то, что не нужно, просто нельзя. Когда они проросли и достало время пикировки, когда полезли на настоящие листочки, 1, 2, 3, время уже пришло пикировать. Пикируем с заглублением. И уже этот ком земляной, даже если у вас пустой торф, абсолютно ждем, пока растение освоит его своими корнями. Потому что в торфе все равно есть какое-либо питание. Там и азот есть, и фосфор может быть, и, соответственно, калий с магнием, и со всем этим самым. Тем более готовые торфы, которые сейчас продают, там точно от души этого всего насыпано. Пересадили, распикировали, и как только корешки у вас полезли, уже стоит задумываться над какими-либо подкормками, если на листу у вас что-то происходит не так. Главное, обеспечить им нормальный объем, если вы выращиваете в 0,5 или в литре, ну, от 0,5 до литра это нормальный объем, и у вас земляной ком полностью освоен, то, грубо говоря, время пришло к пересадке, перевалке в открытый грунт. Потому что стадия рассады, ну, можно их после пикировки монокалиофосфатом дать по листу, 1 грамм на литр, дистиллированной или кипяченой в воде. Все, подкорень, это все зло, это все ведет к стагнации растений и засаливанию почвы. Просто поливайте нормальной дождевой, снеговой тайной водой, можно отстоянной из-под крана. Ну, нужно проверять, конечно же, воду. А вот эти все подкормки, основная суть вот этого ролика, что подкормки в стадии рассады, они в большинстве своем ведут к стагнации рассады самой, потому что идет засаливание почвы, соответственно, питание уже не усваивается, элементы блокируют друг друга, растение хереет, вы начинаете с вопросами по всем чатам лазить, чем еще подкормить, еще, соответственно, кормите, и получаете на выходе переросшую стагнированную рассаду, которая дистрофически выглядит, с маленькими листиками, с кукоженными в основном своей, в массе своей. Поэтому, дорогие друзья, на мой взгляд, просто посадили, перевалили, поливаем, не заливаем и хорошо на них светим. Сейчас уже достаточно даже солнца, ну, если у вас южная сторона, то можно просто растить на окне, а не просто немножечко больше вытянуться, чем это самое. Расстраиваться насчет того, что рассада у вас через 2 часа не выросла в пару больших листьев, абсолютно не надо. Дорогие друзья, если вам был полезен или интересен данный ролик, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам, как всегда, в завершении ролика я хочу пожелать здоровья, а все остальное приложится. До свидания, до новых встреч, хорошего урожая! Субтитры создавал DimaTorzok